Встречу главы города с работниками физической культуры и спорта решили провести не совсем в обычной обстановке. Организаторы решили, что самая лучшая площадка для подведения итогов работы этой отрасли – стены Международного Олимпийского университета. Во-первых, близко по духу. Именно здесь готовят спортивных менеджеров. Ну и во-вторых, многие из тех, кого пригласили на встречу, уже получили дипломы этого учебного заведения. Именно благодаря этим людям более 17 тысяч сочинских детей и подростков стали заниматься спортом. К примеру, в 2007-м эта цифра была на порядок меньше. Открыли и муниципальную школу по зимним видам спорта. Благодаря Олимпийскому проекту у нее самая современная в России тренировочная база. Здесь учат и на лыжах стоять, и с трамплина прыгать. Безусловно, Санабабслейная трасса, которая сейчас есть в городе Сочи, это можно сказать, что это единственная трасса во всей России. Трасса очень хорошая. И мы планируем, что будет на базе этой трассы, она будет иметь свое развитие, появится школа пилотов, которой пока нет в России. И она послужит толчком для развития бобслея, санного спорта и скелетона в городе Сочи. После блестящего выступления на домашних зимних играх бобслииста Алексея Воеводы у этого вида спорта в Сочи появилась целая армия юных поклонников. И, возможно, тренировать их будет сам двукратный олимпийский чемпион. Мы всегда бы с удовольствием привлечь Алексея Воеводу в муниципальную школу, но, по крайней мере, в настоящее время мы еще такие переговоры не проводили, но, думаю, это все в ближайшее время будет проведено. Развитие спорта в Сочи и не только профессионального – это вопрос, можно сказать, государственной важности. В прошлом году почти 80% жителей Сочи участвовали в различных соревнованиях. Количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий приблизилось к тысяче. И эти темпы, заявил глава города, будут наращивать. Спортивных баз достаточно, среди них и новые. Ледовый дворец «Айсберг» переделают под велотрек, а арена «Фишт» станет меккой сочинского футбола. Мы, кроме тех олимпийских объектов, продолжаем все-таки увеличивать материально-техническую базу. Значит, мы на той неделе станем с вами свидетелями открытия спортивного комплекса «Лазаревская». Оно будет называться «Лазаревская». Хороший спортивный комплекс. Я думаю, что «Лазаревцы» будут довольны. Но мы договорились с министром спорта, что уже в этом году начнем строить в городе, в центральной его части, в Хосте, плавательные бассейны. В завершении встречи с работниками городской отрасли, физической культуры и спорта Анатолий Пахомов поблагодарил всех за участие в подготовке и проведении зимних игр. Самых активных наградили почетными грамотами главы города. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».